Активные жители Кубани могут вносить свои идеи по развитию населенных пунктов и принимать участие в их реализации. Дотации на осуществление идей выделяют в рамках проекта «Инициативное бюджетирование», так называемого «Народного бюджета». Их можно потратить на благоустройство парков, скверов, стадионов, установку детских игровых и спорткомплексов, ремонт уличного освещения. Славянский район – активный участник проекта «Инициативное бюджетирование». В этом году сразу семь поселений используют средства народного бюджета на благоустройство своих территорий. Одно из них – Рисовая. Там приступили к реконструкции стадиона. На общем собрании жителей поселка Рисово обсуждались несколько проектов. Людям хотелось привести в порядок парк нашего поселка. Но большинством голосов было решено благоустроить именно стадион. Потому что у нас очень много жителей, молодежь, занимаются спортом. У нас есть своя футбольная команда «Спарта», которая принимает участие в районных соревнованиях ежегодно. Школа находится рядом, тренировки проводятся здесь же на поле по регби, по футболу. Поэтому благоустройство стадиона стояло на первом месте. До начала реконструкции здесь было просто футбольное поле. После завершения работ эта территория станет полноценным стадионом. С беговыми дорожками, хорошим освещением, лавочками для болельщиков и раздевалкой для спортсменов. Эта программа очень хорошая. Я бы хотел поблагодарить губернатора Краснодарского кайдера Вениамина Ивановича и главу района Сенеговского Романа Ивановича за помощь в этой программе. Сегодня мы выполняем благоустройство стадиона. Была посеяна сегодня газонная трава, сегодня монтируется модуль, раздевалка и сделано ограждение. Я думаю, что в следующий год, если будет такая существовать программа, мы будем, конечно, в ней участвовать. Жители поселения не только предлагают идеи по благоустройству своей малой родины, но и активно участвуют в ее преображении. Многие работы по реконструкции стадиона проводятся с их участием. В нашем поселении жители принимают непосредственно и довольно активное участие, в том числе и во всех общественных мероприятиях, помогают администрации, чем могут. Жителям нашим отдельное спасибо, отдельная благодарность за поддержку, за понимание, за то, что они никогда нас не оставляют. Завершить все ремонтные работы планируется к концу декабря. Весной стадион уже будет готов принять юных спортсменов. Здесь будут проводиться футбольные матчи, тренировки и спортивные праздники. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».